Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Аминь. Даем отчет за прошедшее воскресенье. Номер 51. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы. 31.01.2016 года. Эпиграфом к этой серии роликов. Кругов измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записана им в своем дневнике 2 марта 1917 года. В день отречения от престола. Вот об этом нужно какой-то всероссийский пост назначить. Мои мысли такие. Во главе с патриархом Кириллом. Чтобы и всех Бог избавил от измены, от трусости и обмана. Мы в этом нуждаемся. Ощущение. Это печать, которая привела к гибели российскую империю. К гибели того, что Бутова забучено. Это все в этом заключено. Везде абсолютная измена, трусость и обмана. Нам никто не верит. Ну как так? Огромную страну назвали империя зла. Империя лжи. Ну все, обманули. Обещали коммунизм. И сколько людей погубили. Он увидел, что вся страна это одна измена. Трусы все обманы. Притом царского достоинства люди там были. Ну я тут говорю, просто чтобы заслечивать. Я не бываю в контактах, в одноклассниках. И туда пишут, а администраторы перетаскивают. Не делайте этого. Заходите прямо на наш форум. Ну и просьба. Я указываю, какой наш форум. Покажу. И чтобы помогли, каждый ролик брал, посмотрел, на какой минуте что написано. Вот это вот. Чтобы посмотрели, выделили. Ну а теперь дальше что написано мне было. Посмотрим за день. Часть. Небольшая часть. Вира Мурник. В Библии написано. Ну как было в одни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в одни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Евангелие от Матфея 24 глава. Дальше. А в другом месте написано, что будут большие землетрясения по местам. И Глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Евангелие от Луки 2, 21 глава. Как понять эти предсказания? В одном месте говорится, что будет голод, а в другом месте говорится, что будут пить, есть и так далее. Как все это понять? Объясните ради Христа, спасибо Господи. Понимать нечего. В одном месте голод, в другом месте гуляют и пьют. И кроме того, это рассказывано то время, которое тогда будет. Это может означать, одно время означает начало, а другое конец этих трех с половиной лет. Ничего тут нету. Тут объяснять нечего. Владислав Марушак. Слава Иисусу Христу, Игнатий Тихонович. У меня такой вопрос. В лекциях Осипова Алексея Ильича о царе он ссылается на Игнатия Брянчанинова, который в своих письмах, это середина 19 века, черный по белому прямо написал, наш народ может и должен стать орудием для гения из гениев, антихриста, который наконец осуществит мысль, идею о всемирной монархии. Подскажите, пожалуйста, где и в каком труде святителям можно этот текст найти и спасти Христос? Я на труды Игнатия Брянчана много ссылаюсь, что касается положения в церкви. А где, на каком месте, мне совершенно не нужно. То есть указать я не буду и время тратить не буду. Сказали, Осипову надо поверить. Это его работа. Он ответил, тем более, ну а где написано, счет этого изменится. Это практика показывает так, царя, царя, истинителя и прочее. Состояние народа такое, что он уже как будто при антихристе живет. Священники-то не хотят учить народ. О рождении свыше вообще проковеди нету. А водительство с Духом Святым даже не слышал народ. Даже не знают. И когда сказал, что я от детства знал, что я уже избран на другое дело, почему привязывается к этим словам? Ельцин в своей исповеди написал, говорит, я знал, что мне, говорит, не редиску сажать назначено. Он знал, ему поверили. Я говорю о божественном, что тяга была к молитве, маленького ребенка еще. В это не верят. Ну не верят ей только дело. А говорится об избрании везде и всюду. Нет избрания, значит, еще и нет. Состояние православного народа. И еще раз мне скинули. Мнение о ситуации в православии. Кайвычки открыты. Люди, ничего не знающие о Боге или имеющие о нем самое смутное, ложное представление. Самое смутное. Научаются купаться в проруби, креститься у икон, ставить свечи. И все это без креста. Это не Игнатий говорит. Я эти слова говорю, готовы сожрать. Но это говорит не я, это говорит и епископ. На наших глазах создается суррогат религии, который выдается за православие. Так не ты ли в этом помогал все? Кто Андрей? Архимандрит Тихон Шевхунов. Но это еще был архимандрит. Не при вашем ли участии все это случилось? А когда я говорил, так буквально умирают. И люди входят в эту странную религию, потому что не имеют реального представления о том, что такое церковь на самом деле. Последствия этой псевдорелигиозной жизни очевидны как для человеческой души, так и для национально-религиозного сообщества. Это строительство дома на песке. Русская линия. Архимандрит Тихон Шевхунов. Я рассказывал уже об этом. Я священнику сказал, я говорю, патриарх проехал и говорит, восток, все, состояние духовное развалины. Да вы что, монастыри строятся у нас. Даже никак не слышат. Я тогда помолчал маленько, говорю, а вот в газете, смотрите, написано, патриарх Кирилл сказал. Он сразу стих, ну, тогда так и есть. То есть совершенно манкурты. Патриарх сказал, говорит, заговорил богатый до небес превознесли, заговорил бедный. А кто это такой? Сераха про это говорил за сотни лет до Рождества Христова. Вот такое псевдорелигия, то другое. Ну, ничего. Вы строили, вы пожинать плоды будете. А когда я говорил, непрерывно говорил, 53 года, долбили псевдопровозглавные. Гордость, прелесть, гордость, прелесть, прелесть, гордость. А сами сопрели в этой прелести-то. Какая у меня прелесть? В чем я? Какая гордость? Когда всю жизнь проработал на стройке, самые тяжелые работы. Бетонщиком, стекольщиком, печником. Ну, а так уже привыкли печать, раз, приели, и сразу отшатнулись. Толик Ковал. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Да благословит вас Господь за ваш великий труд, за аудиобиблию, за начитанное вами аудио, за ваше толкование на Евангелие, за ваш канал. Моего толкования нету. То есть я издал толкование Блаженного Фефилакта. А говорит, а это не его, это Игнатий. Мои комментарии другим шрифтом и написаны, и написаны ИЭЛ. Комментируют слова Блаженного Фефилакта, где он говорит о необходимости изучать Слово Божие, о необходимости благовестия. Только это расширяет другими святыми отцами и своими мыслями. Даю на трехтомник 297 комментариев. Моего толкования вообще нигде нету, ни одной строчки. У меня есть вопрос. Вышивыш. У меня есть вопрос. Старокатолики, а именно Мария Виты, имеют апостольское преемство. Считаются ли они церковью? Они не копты, сирийцы, григоряне, католики православные. Есть ли благодать там? Они ведь сохранили епископат. Нет, нет, я про их не знаю, не проверял. Но если они сохранили епископат оттуда, так это старокатолики и есть. Ничего не добавлено. Если рукоположение епископата сохранилось от апостольских времен, это церковь. Церковь с ересем и со всем это церковь. Заблужающаяся церковь, церковь. Без этого епископата, которое по херотонии непрерывно идет, церкви нету. Назвай как угодно, ересь. А то конфессии, динаминации, эти слова выкиньте. Это выдумка сатаны. Нет этих слов в Евангелии. Есть церковь и есть ересь. Два положения. И конфессии, динаминации, это все ересь. Ересь, ересь это ад. Елена Ефимова. Мир вам, Игнатий Тихонович. Очень вас прошу, помолитесь обо мне, чтобы суметь мне спасти душу свою. Ничего себе. Вернее сказать, не помешать Богу сделать это. Так как человекам это невозможно. Богу же все возможно. Матфея 19.26. Да, молюсь. Помоги тебе, Господи, Ересь. Попросите у Иисуса Христа для меня две трети части такой веры, как у вас. Две трети части силы, воли, как у вас. И две трети части такого же желания жить, какое же вижу у вас. Без уныния, с радостью встречая каждый день. Именно, меня Бог наделил этим. Я был в смертельной опасности. В пяти тюрьмах, там, на пересылках. 26 лет только гнобила психиатрия, там, выгоняли с университетом, где бы не сдал. На одни пятерки сдам, все равно выгонят. Но, нет, давно дня у меня не было печального, никогда. У меня внутри всегда радость. Это мой Бог. Вот эти гонители, что вокруг меня там бегают. Я покажу, что они сейчас делают еще. Новинку вчера мне скинули. Они без меня жить не могут уже. Они пропадают на моих ресурсах. Придет время, вы будете хвалиться, что, во, я тоже укусил его один раз. Это как, лев пошел на пенсию, ну, и тогда все подняли голос. А осел идет, и я один раз лигнул его. Ну, а то, что гонения сейчас идут на вас, это понятно. Девятую заповедь блаженств исполняете. Невозможно пребывать без скорби в добродетели своей. И с искушением как раз и испытывается доброе дело, и видится, где настоящая добродетель, а где ложная. Аминь. Вот смотри, женский ум какой пронзительный. Тут главное не злиться, не враждовать, не замыкаться, но скрозностью и смирением перед Богом принимать скорби, поношения, гонения и смиряться в искушениях с нами приключающимися. Что у вас отлично и получается. Да поможет вам Господь потеретерпеть это все до конца. Молюсь за вас, спаси Христос. Понимаете, вот, мне бы не было, чем вы занимались, я этих спрошу. Вот задают там ученикам, ну, ученикам по стране, написать историю, биографию человека, который что-то сделал, много, выбирая всю мировую литературу, избирает меня. Я знать не знаю. И только уже когда закончилось, это посылает, 300 номинаций, как называют там, кандидатов на получение премии в России. И первый получает тот, кто обо мне писал. Ну, не я это. Фильм ставит, он занимает первое место в России, Златоуст из Потеряевки. Государственное. Совершенные люди, может, не верующие ставят. Ну, значит, что-то здесь есть, посмотрите внимательно. Это не я беру на себя, мне Бог дал, я открыл. А он разрушает церковь изнутри. Ну, я разрушаю церковь изнутри. А что вы по церкви-то понимаете? Иеремий, Бог избрал и говорит, поставил тебя, чтобы ты разрушал, искоренял и только потом насаждал. Вы все загадили, всеми предрассудками, всеми басмами. Причем тут я. Я делаю то, что мне назначено, чтобы говорить истину. Ну, а у вас плеть есть, вы должны меня бить. Там уже вечности мы получим. Не видели, не знают, ничего судят, судят. Ну, вы в Москве сидите, судите. Рождественские чтения, рождественские. А судят обо мне. Я сейчас покажу. Ну, рядом же храм Никола на Берстеневке. 200 метров от креста Спасителя храма. Ну, зайдите к игумену отцу Кириллу Сахару. Московский патриархат. Он был здесь с учениками, здесь жил. Я у него бывал сколько раз. Всегда у него пропаду и в храме. Ну, спросите, подойдите. Игумен Кирилл Сахаров. Член Союза писателей Российской Федерации. Человек глубокого ума. Все, что есть. Там патриарх постоянно служит. Служит все время по старому обряду. И он не нашел ни одного слова здесь, подтверждающего то, что вы на меня сейчас говорите. Но мне благо, что вы говорите-то. Это моя награда. Действительно так. Райхан, рада, что нашелся Словак. Ехать ли мне на съемки и делать ли заявку на розыск тех, кто не нашелся? То есть я ищу всех людей, которые помогали мне в лагере, в тюрьме. В тюрьме, которая в Барнауле, я их всех нашел, возблагодарил. И вдруг на что он находится, этот Словак Владимир Васильевич. Я с ним уже ролик наговорили. Вчера я ему послал подарок книги. Мне найти надо еще. Может быть, кто может найти. Говорят, в городе она же Натасе была в последнее время. Татьяна Прокопина. Мне кажется, Зинкович, фамилию я не нашел. Но в памяти так сплавь. И она была в Жанатасе в 87-м году, рентгенолог. И вот она будто бы там где-то работала. Помогите мне найти в Казахстане, в Жамбульской области, в городе Жанатас. 87-й год. Коваль, Игнатий Тихонович, я знаю, какой вы занятый человек. Вы можете мне просто написать ответ или кинуть ссылку на уже готовый ответ из вашего форума. Я буду ждать любого ответа от вас. Ну, я вот здесь отвечаю. Я уже ответил на это. Мир вам, дорогой Владимир Васильевич. Это я, которого нашли из Словака. Братья наши ушли на благовестие и поехали на главпочтам. Отослать вам пять книг. Как только получите, то сразу же отдайте мне ответ. И кроме того, сделать два-три фото с книгами в руках. Вот так. А это кто? Владимир Пащенко. О, он мне прислал. Правила святого апостола Павла. Вот нашел он, я их не знал. Раньше в книге правила не были. Давайте один раз просчитаем. Первое правило. Кто впервые приходит к тайне благочестия, тех пусть приводят диаконы к епископу или присвятерам. И пусть исследуют причины, почему пришли они к Слову Господню. А приведшие пусть свидетельствуют о них, точно исследовав, касающиеся их. Пусть исследуют также поведение и жизнь их. И рабы ли они, или свободные. Вот видите, как у нас перед крещением соседает церковно-приходской совет, а когда человек подает заявление, бывает несколько лет пройдет, ему два поручителя даются. И теперь все говорят по этому правилу. А нападают. Когда показал, так вы еще знали, так в книге правил было. Я работал еще с Иосифовским книгами правил, с Намаканоном, до Никона которые. А сейчас все это повыкидывали, а люди-то и знать ничего не знают. Думают, так и надо. Ну, два слова говори и дальше. Второе. Если кто будет раб верующего, то пусть спросит господина его, свидетельствует ли о нем, и если не свидетельствует, да будет отринут. Не говорится нормально о нем. Мы идем на работу и узнаем, кто подал заявление на крещение. Ну, где это делается, скажите. Такая предварительная работа. У нас подготовка к крещению, это примерно 450-500 часов. Четыре года человек учится, от трех до пяти лет. Это согласно канону. Сейчас ничего в церкви нет, что я разрушил. Это вы разрушили, что ничего нет, и ни эпитемии нету за грехи. А если нет, то будет отринут, пока явится господин достойным, а если свидетельствует о нем, да будет принят. Вот так. Третье, если же он слуга язычника, то доучится благоугождать господину, чтобы не хулилось слово Божие. Истина так. Четвертое, опять, если имеет он жену или жена мужа, то доучится довольствоваться самими собою. А если они не брачные, то доучится не любодействовать, но жениться по закону. Как просто. Не разводить, как сегодня архиерея, бракоразводных дел, вот такие пачки лежат, безумие полное. А одно только условие для развода разрешается, и то не обязательно, Василий Валенький говорит. Это 19 глава Матфея, прелюбодействие, измена. А сегодня 12 причин нашли для развода, что не сошли с характером. Ну то есть, вот это прелюбодеянное на букву Б, это в церкви заполонило, этому содействует епископа. Ему дано право, и он этим пользуется. Все это прелюбодействие утверждает. И он при живых женах, и все венчаны, венчаны и все. То есть, ни конца, ни края безумия нет. Я что разрушаю? Разрушаете вы по всей пирамидальной высоте, отнизу до верху. Пятое. А если господин его верующий и знающий, что он любодействует, не дает ему жены или жене мужа, то да будет отлучен. Отлучен тот господин уже, который взял дальше. Шестое. Кто имеет беса, тот благочестию доучится. Но в общении да не принимается, доколе очистится. Если же настоит смерть, да будет принято. Перед смертью. Ну, это канон такой есть. И особенно беснуется, кто часто причащается незаконно. То есть, не приготовившись. Чаще исповедовься, чаще причащайся. Это главная ловушка сегодня в церкви. Четыре раза всегда в России причащались. Четыре раза. Хотите проверить, сходите в Белокринитскую иерархию, в Старобрячевскую. Которую сохранили, да Никоновская. Никогда по-другому не было. Человек наркоманился, пусть придет причаститься. Да даже это безумие нельзя назвать. Бесовщина самая настоящая. Сразу бес в него входит. Многие больные, немало умирают. Седьмое. Кто же содержит блудниц, тот или пусть перестанет сводничать, или да будет отринут. Это понятно, что с чем занимается. Если приходит блудница, восьмое. То или пусть перестанет блудодействовать, или да будет отринут. Отринута, то есть не принимать. Девятое. Если приходит делатель идолов, то или да перестанет делать их, или да будет отринут. Ну, кто делатель идолов-то. Еще тогда об иконах-то не было, так как сейчас. Это касается иконописцев. Посмотрите, что вы пишете и как пишете, чтобы вам не попасть под это девятое правило апостола Павла. Если приходит кто из актеров, мужчина или женщина, или возница, или мечебоец, или ресталищный бегун, или начальник игрищ, или участвующий в олимпийских играх, или игрок на свирели, или игрок на гуслях, или игрок на скрипке, или плясун, или корчевник, то ли пусть перестанут заниматься этим, или да будут отринуты. Ну куда охлобысти надевать? Куда? Федора Конюхова медузам проповедовать ездит-то? Ну сами посмотрите, что делается, как все таинства, все порушено. Ну да как по трех Кирилл-то, наверное, игры были в Сочи, олимпийские, ходил там в бандировании Сочи, игры. Ну понятно, что туда же его в этот мешок толкать его надо, в 10-м пункту. 11-й. Все эти артисты, которые прыгуны, и все причащают, и все они идут. Плесуны, там рокеры едут. Это все сюда входит. Если приходит воин, то пусть учится не обижать, не клеветать, но довольствоваться даваемым жалованием. Если повинуется, да будет принято, а если прикословие, да будет отринут. То есть и не принимать его. 12-й. Гнусный платоугодник, распутный, любострастный, волшебник, ворожея, гадатель по звездам, вещун, едущий магические мяса, нищий бродяга, шарлатан, делающий привески, окачивающий людей с заговоренной водой, прорицающий по полету птиц, объяснитель знаков, толкователь по биению сердца, подмечающий при встрече взгляды или походки, гадающий по курам или ласточкам, или голосам, или подслушиваниям, да испытывается в течение года, ибо нельзя скоро отстать от злобы. Кто перестал заниматься этим, да те да будут приняты, а кто не повинуется, те да будут отринуты. То есть это такие люди, вот сколько входят сюда, как крещение их не допускать. Сегодня подряд все цыгане, все приходят. Цыганский табор устроили в верте прозбойника в храме. Игнатий разрушил, разрушитель изнутри церкви. Да вы, руководители, все этих принимаете, это все. Машина освещать, пожалуйста, полтора процента от стоимости. А машина бывает полтора миллиона, считай сколько. Когда он поп согласится на десятину брать? Да никогда. Десятина это мизерное по сравнению с тем, что у них идет доход какой. С одних крестиков две тысячи процентов доход. Тринадцатый. Раба наложница какого-нибудь неверующего, совокупляющаяся с ним одним, да будет принята. А если она и с другим распутничает, да будет отринута. Вот так, видишь как. Четырнадцатый. Если верующий имеет наложницу рабу, то пусть перестанет иметь ее наложницу и женится по закону. Если же свободную, то пусть женится на ней по закону. А если не так, то будет отринут. Вот и все. Все это прелюбодейство кончилось бы. Не говоря уж о гомостюксуалистов, о том, что Андрей Кураев раскрывает голубое лобби. На живот как смотрели. И выкинули эти правила, а вообще их нету. Нету. Двести семьдесят правил истинного канона вообще выкинули. Никоньяне их не знают. То есть, ну тех, которые Никонскую реформу приняли. Пятнадцатый. Кто следует елинским обычаям или жидовским басням, тот или пусть отстанет от всего, или да будет отринут? А вот сейчас на этом только живут. Вот если женится, кто думает священником быть, она должна быть девственница. А если не девственница, никогда его не принимать. Ну а сам, допустим, с детства был крещеный. Ну маленький был, лет там 15-16 где-то и сблудил. Кандидатура навсегда зарублена, священником быть не может. У старобрядцев это соблюдается. Я говорю, а почему же его не ставят? Хороший парень-то не сохранил себя. Не сохранил себя. А теперь, если женится, она артистка, ну девственница, все равно нельзя ставить. Любая артистка приравнивается к блудисте, к проститутке. Вот и все. Голливуд ни одного фильма не поставит, если нет там какого-то развратного действия. Поставьте хоть нарочно как-то. Даже раскол ставит, и то блуд показывает. 17-е. Желающий огласиться, пусть оглашается три года. Три года готовится, вот оно где. Но если кто прилежен и имеет благорасположение к делу, да будет принят, ибо ценится не время, но поведение. То есть у нас так, если человек знал, ходил в церковь, это бывает месяц, и все. А так три года, от трех до пяти, ну он говорит. 18-е правило. Учите хотя бы и из народа, и если он искусен в слове Божием и чист по поведению, пусть учит, ибо все будут научены Богом. Кто вам разрешил? Но я никогда не учил, пока не был рукоположен щитецы. Епископ меня рукоположил, чтобы даже при епископах я имел возможность проповедовать в храме. С одной целью меня рукоположили. Митрополиты и прочее. Хотели. 19-е правило. И всякий верующий или верующая я, встав поутру от сна, прежде нежели начнет делать дело, пусть умоется и помолится. А если будет какое-то слово поучения, то слово благочестие да предпочтет делу. Вот так. Научитесь это делать. 20-е. Верующие или верующие, как и в предыдущем постановили мы, и в посланиях научили, пусть держит себя к слугам милости Бог. Это 20 правил апостола Павла. Это не послание. Дальше. Есть еще послание Петра. Есть совокупно Петра и Павла. Это все выбросили. На каком основании? А люди знать не знают. Повторяю. 719 правил, по которым церковь регламентирует свою жизнь. Из них 413 каждый день нарушаются целенаправленно, умышленно. Симония свирепствует. За деньги, крещение, а теперь добровольное пожертвование, там 2000 рублей. Добровольное пожертвование. Как глотки аммофор подставили и задушили. Вот так. Ну что тут? Я смотрю, которое. Вот. Что еще дальше? Дальше мы посмотрим сейчас вот что. Вот. Вчера мне показали. Посмотрите. Считай слух. О богословских воззрениях Игнатия Тихоновича Лапкина, его практике общиной жизни и миссии, по материалам сайта «Восвяти Библии». 24-е международные рождественские образовательные чтения. Проходили 25-е по 27 января 2016 года. Игнатий Лапкин написано внизу. Ну вот. Посмотрите и заведите. Вот какое здесь внизу. Москва, Рождественский. И кто? Дудин Сергей. Это он тут говорит. Ну, там женщину какую-то поставили. Ну, такой звук плохой-то. Я по предложениям почти слушаю Никита, мне объяснил и посмотрел. Ну, я так не знаю сколько, но раз 20 соврали все-таки. Без этого никак не могут. Особенно детский лагерь вначале. А если по детскому лагерь, так они там, наверное, еще больше наврали. Ну, не могут поправдить, сказать-то. Почему? Это означает ничего, за мной нет. Ну, зачем бы они выдумывали-то? Ну, если я... Измена труса себе обман во мне, ну, покажите где. Это ваше клеймо. Вы с ним живете. Не обманывайте людей. Я то говорил, я не говорил никогда. И они этого не докажут нигде. То есть, мои слова берут и извращают. Я сказал, надо идти. Они говорят, обязательно идти в припрыжку. Но я нигде не говорил слово припрыжка. Я к примеру говорю. Если я сказал, что идите, непрерывно проповедуйте. Он сказал, что есть не надо, когда проповедуете, идете. Надо поститься по 8 дней, не пить не есть. Ну, не говорил я этого. То есть, обман. Я к примеру говорю. Вот так вот они все гиперболично высвечивают ложь свою. Ну, и вот тут написано, что? Истинное православие Иглы. О богословских воззрениях инотихшей Лапкина и его практике в членой жизни. Дело в том, что берут они у меня это из моих книг, с моего сайта. И выворачивают и извращают. Зачем? Вы же называетесь верующим. Отвечать за это придется. Но одно то, что рождественские чтения занимается Лапкин. Значит, я не такой, как вы. И зачем будет это? И сколько времени у меня тут не написано? 37 минут 40 секунд. Представьте, народ сидит, международная. И вдруг говорят. И что интересно, 3 дня назад, 27 января 25-го, 27-го, у меня внезапно подскочила посещаемость на форуме в 3 раза. Я такого не видел даже. Я ребятам говорю, братья, с чем это связано, не знаю. Вдруг вчера узнаю. То есть, они людей ко мне привлекают. Это Бог так делает. Я благодарю всех, кто это делал, кто читал. И если это священник Дудин сидит, ему благодарность и поклон. Вот так. Мне это не повредило нисколько. Мне жалко вас. Вот это вот мой мир. В моем мире, вот видите, какая моя страничка. Заходите. Игнатий Лапкин. А почему один? Да потому что у меня взломались крылья, и под Лапкин Игнатий я не мог войти. Тогда поставил одну цифру. А потом уже стало видно, Игнатий первый. Игнатий Лапкин один. Я один во всей сети. Вконтакте один. Кузнецов там 370 тысяч. Вот так. Ну и вот каждый день я сюда все выставляю. Вот теперь что дальше? Немножко надо вот отсюда еще посмотреть. Вот этого мы уже смотрели. Вот это было в прошлый раз? Да я того не помню, что о которых смотрели говорили. Не было. Ну давай. Иван Православный. Здравствуйте, Игнатий. Прошу прощения. Может быть за неуместный вопрос, но хотелось бы ваше мнение знать. Так как отношусь к вам с уважением, как к грамотному человеку. Написал это без доли и иронии лести. Скажите, пожалуйста, ваше мнение патриархе Гундяеве. О противоречивших его высказываниях лицемерии, роскоши, богатств и так далее. Очень рад буду услышать ваше мнение и точку зрения. И с удовольствием отвечу, если пожелаете. Спасибо, мне 30 лет. Буду услышать ваше мнение о моей группе. Вот группа какая, что, где. Вот я вам отвечаю сейчас. Посмотрите, где ответы. Я не буду повторять одно и то же. Вот есть наш сайт во свете Библии. Вот он. Православный библейский сайт. Посмотрите, нажмете сразу на форум, нажмете видеоканал, жать здесь. Вот здесь, повторяю, такого сайта нет нигде больше. 50 книг тут, а вот это только моим голосом насчитано. Ну нет, нигде в мировой сети. Все же те, что были насчитаны. И вот здесь вот ответы даются. И о патриархии. И вот разное. Разбор выступлений патриарха. Вот тут я все отвечаю на ваш вопрос. Ну о том, что он, этот, пидор там этот пишет. Посадили, ну, этот полковник ГРУ. Я говорю, такие слова только, как язык поворачивается. И ничего за ним, этого я никогда не говорил. И не разрешил, ну, не разрешил бы говорить даже о этого. Свидите за собой. А богатство его, ну, богатство его там, продавал водку, табак. С этим я не согласен и сказал, что это плохо. Даже хуже некуда. А говорить лишнее там, где, а в нем говорят отрицательно. Да в нем говорят сто раз больше, чем обо мне отрицательном. Секта, секта. Сейчас весь эфир наполнен. Главная секта это московская патриархия. Главная большая секта. Ну, это по их понятиям не говорю. Она не может быть сектой, потому что у них есть священство. Это изумительно, как они сумели все перепортить. И вот из 719 правил 413 нарушается. 270 вообще выброшены из книги правил. И вот теперь дальше. Я ему ответил. Что дальше пишет? Аксинья Кашевая. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я совсем недавно обратился ко Христу. До этого я жила, говоря, что все, что связано с Богом, меня не касается. Пусть простит меня Господь. Мне 27 лет, и мне стыдно, что до сих пор я не хотел узнать Бога. Ну, ты дальше прочитай вот это последнее. Вот есть, вы сами читайте уже. Опрос свекрови как-то на улице. Женщина подарила Библию. Оказалось, это Библия свидетелей Иеговы. На украинском языке. Называется Библия. Преклад Нового Свиту. В интернете я нашла информацию, что эта Библия изменена, дополнена, искажена переводчиками о сторожевой башне. Свекрови сказала, что все равно будет читать, потому что ей нравится. Но я боюсь, что она будет лжеинформирована. Можно ли читать такую Библию или нет? Нельзя сожжечь сразу. Это не Библия. Это специально сделали люди враждебные христианству. Враждебные изначально. Для того, чтобы совратить людей. Это не Библия. Никакой не перевод. Это подделка. Значит, сжечь немедленно ее. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. После того, как я начал изучать Библию на вашем канале и форуме, слушать ваши видеолекции, моя мать начала люто ненавидеть меня за это. Со злостью уже у нее проснулась эта ненависть, не зная вас. Прошу прощения за нас. А мне все, что вы делаете, нравится. И я хотел бы спастись через вас. Вот думаю, почему нынешнее паство так защищает это сегодняшнее поповство. Потому что они дают им грешить вот так. Но истинно так. Это великий инквизитор Достоевского. Мы спасем всех. Разрешим грех. Грех и всех они спасут. Мама ненавидит там. Ну, она... Что сделаешь-то? Это, значит, проснулся в ней какой-то другой дух. Она не видела, не считала, не знает, как раньше было. Я не считал, но отвергаю его. А его там правильно сделали, чтобы... Ну, пожалуйста, доярка Манька выступает и говорит. Не считала, но я ненавижу. Коваль 97. Здравствуйте, Игнат Тихонович. Да благословит вас Господь за ваш великий труд, за аудиобиблию, за начитание. Мы считали как раз, в другом месте есть. Вот, теперь. Дальше считаем более ранее. Я отвечаю. Руслан Братков. О чем? Вот, скажите, можно найти Библию без разделения на главы и стихи? Ну, вот я отвечаю, Библия. Это много времени поколение ушло на то, чтобы разделить текст Библии с еврейского оригинала на слова главы и стихи. А чтобы обратно скатиться, сделать сплошным текстом. Для этого нужно только взять и в электронной версии Библию, или ее поисковик, и скопировать в Word. А там, нажав одновременно на Ctrl плюс H, вводи в верхнюю строку цифру от 0 до 9. Внизу пробел, не в раз, а в пообразь. И внизу ничего не ставьте, и будет влепленный в один шнур весь текст. Он у меня был, я так делал, когда вел полный подсчет Бух книгой Святой Библии. Желаю успеха. Попутно дать вам подсчет Бух. И туда, как в Библии, знак вопрос. Ну, я говорил, показывал уже. Ну, некоторые не знают, скажут, а о чем речь идет? Ну, а статистики. Вот видите, я всем этим интересуюсь, и тоже сделал этот подсчет. Вот статистика Библии. Некоторые, может быть, даже не знают, как вот показать. Посмотрите, я отпечатаю буду, смотрите, допсал тэри. Поглядите. Это буквы, сколько слов и проще. Дальше. Видите, я сколько, много времени потратил, но сумел это сделать. Еще раз покажу. Тормозните, посмотрите, посчитайте, скопируйте себе. А если охота в электронной версии, мне напишите, я вам скину. И дальше зафиксируйте себе. Вот. Все, мы от этого отошли. Теперь снова поднимаемся кверху. Так, кто-то тут просился, да? Да, хочу посетить деревню и написать об этом, пожалуйста. Я отвечаю. И приезжать сюда нельзя до лета. И тогда только получить разрешение. Доступ ограничен, нет возможности и крайне затруднителен переезд. Но нет станции, степени к сошедшему ночью. А поезд один через день, там верная смерть. Мир вам, я Пономарь, с благословением на катехизацию и оглашение. Вы не с этим священником по вскопу общались. Священник в прелести называется. Дальше. Что-то дальше. Это Дудин. Почему вы не священник? Ну, почему не священник? Не священник. А почему я не президент? Это не мое. Я знаю, я там молился об этом. И Господь показал мне, что это не мое. Александр Королев, Нижневартовск. Здравствуйте, Игнатьев. Спасибо. Как вы обоживаете? Как ваше служение? Скажите, а вы присоединились с КРПЦ или нет? Я помню, у вас были переговоры с епархией Барнаульской. Были, они закончились. Они бросили, ничего больше не сказали. Были, встречи, все. Все в интернете выставлено. Им нельзя никак верить патриархийным. Не держат слово абсолютно. Договорились, все. Утром приходим, они совершенно другие. Я говорю, ну мы же договорились. Ну, мы думали. Ну, меня-то хотя бы уведомили. Я бы даже не пришел к вам. Договорились снимать, все. Пришли корреспонденты, все. Никого нет и не разрешают. А в следующий раз уже разрешили. Уже ко мне пришли с аппаратурой и все. Ответ. По скайпу была беседа моя в этом видеоролике с Дудином, от Сумсирьевым, с Томской епархией МП. А выше показан Авелий, батюшка из Ельца. Если желаете больше правильно понять о чипизации ИНН, вы можете зайти на наш форум. И тут в теме все сказано. Ну, Владимир, вот она где. Вопросы об этом. В этом я отвечаю, Кота. Тишина и покой. Мы свободны. В МП мы никогда не должны быть. Вот и все. Олимпий, вербитский епископ Старообрядческой церкви РДЦ ХБИ. Это что-то еще другое добавлю. Старая книга у него. Одеяние какое. Достопочтенный Игнатий. Мне очень лестно, что человек такого жизненного подвига зашел на мою страницу. Буду надеяться, что наше общение не будет чисто формальным. И нам удастся обменяться мнениями по важнейшим вероисповеданным вопросам. С уважением, епископ Олимпий. Я не заходил, а модераторы заходят, так что закинули меня. Ну я говорю, где наш сайт, вот пронесло слово. Показал, что мы делаем. Ответ. Вот за это смотрите. И дальше, как это идет. Еще. Иван Иванов. Здравствуйте, Игнатий. Меня зовут Иван. Мне 26. Я живу в КБ, Китайский КБР, город Майский. Я уверовал в баптистской церкви и желая познавать Бога, я пришел в православие. Совершил чин об отречении протестантской ереси и кривоверия. Прислуживал в алтаре, но в результате моя жизнь пришла в тупик и кризис. По тому времени я женился на православной девочке, которая пыталась вырасти в православной вере. Она большой ревнитель православия. Но мы друг друга очень любим. Но дело в том, что я вернулся в протестантизм, где я сейчас и пребываю. А моя жена иногда посещает мои собрания. И сегодня ей отказали в причастии за то, что она занимается духовным блудом. Просто мы жили в Сочи, там все было нормально. А приехав две недели назад, она посетила местную православную церковь, где ей было. И это и объявили. Вы можете мне помочь в этом вопросе? Я буду ждать ответ благословенного Бога. Ну как вы православные были, вернитесь сюда и принесите покаяние. Выдержите эти пенью и все наладится. Другого выхода нету. Один выход. Сергей Дудин. Спасибо, Игнатий Тихонович. По вашей рекомендации изучаю ваш труд открытым оком. Ответы на вопросы воспитания воспитателей. Это другой Дудин, Сергей Дудин, но уже с Санкт-Петербурга, не с Томска. Занятие по Евангелию от Марка, занятие проповеди, книга третья. Я введу дневник 22-го, 12-13-го. Не брею бороду, дабы избежать благодейной ереси с уважением и благодарностью директором. Бресть бороду это благодейная ересь, протопопа вакуум. Другого нет ничего. Это надо просто научиться отвечать. Дальше. Я отвечаю. Это жена протестантка. Он протестант, точнее. Где нашли жену? Она там и есть. А изменились вы, а не она. Вам и нужно вернуться обратно. Но дело намного сложнее. Все в том, что протестантизм не церковь. И при всех положительных и плюсовых моментах. Не церковь, ибо не имеет благодатного епископата. Лука 8, 39. Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Павел Вестнин. Батюшка, у меня случилось столкнуться с такой проблемой. В общем, я сильно болел и сейчас себя плохо чувствую. И узнал почему. Моя бывшая жена уходит в церковь и ставит мне за упокой свечи. И Николай Чудотворщик ставил за меня 9 по 9 свечей. А десятую верх ногами. И вот я начал сильно болеть. И не знаю, что делать в таком случае. Может, вы что-то подскажете или посоветуете, что сделать. Видите, чем занимается православие. Да молись, ничего не будет. Сято шушеру улетит. Ничего верующим не могут сделать. Тот, кто в нас, сильнее того, кто в мире. Это пустое все. Это Дудин, Сергей, этот ответ. Если в этом устоите, Сергей, то будете для многих примером, оставив раз и навсегда привычки к погибельному вирусу. И вот ответ откуда я делаю. Два раза, два местописания. Оля Волошина, здравствуйте. Если не трудно, то напишите мне места из Библии, где говорится, что Бог сильнее сатаны. Если так его и есть. Мне нужно для разговора с людьми, которые не верят в обущество Бога и думают, что сатане тоже можно служить. Хотелось бы, чтобы и они знали истину. Ну, ничего не могу сказать. Если доказывать надо, что Бог сильнее сатаны, ничего не надо доказывать. Служи сатане до времени, пока не увидишь. Я отвечаю. Это вот, которая жена ставит свечи за упокой, за мужа своего. Христос победитель. К нему взывайте. Над верующими иная сила, нежели у колдунов. И потому они бессильны, колдуны. Сходите к батюшке и там посоветуйтесь. 1 Иоанна 4.4 Иоанна 5.4 Посчитайте, какие места я привожу. Что Писание говорит? Главное Библия. Что? А к чем решит? Места из Библии, где сказано, что Бог сильнее сатаны. Вот я отвечаю. Смотрите. Вот места Писания какие. Ну, там много. Ответ. Где Библия сказана? Видите, какой ответ нужно дать? Увеличил до 16. Черным, жирным. Дальше. Вот сколько мест привел ей. Сокрушить сатану под ноги вашу скорость. Что тут? Иван Иванов. Протестантизм имеет апостольское рукоположение. Это легко доказать. Достаточно знать историю, что касается благодатного сепископства. Будьте добры, поясните бы термин весьма сложный и размытый. Ну, ладно. Просчитайте, что тут написано. Меня это совсем не интересует. Еще? Вадим Боярский. Библию держит в руках. Игнатий Тихонович. Вы ходили только по христианским землям? Да нет. Мы шесть мусульманских республик. Турцию прошли. Мы это не глядели. Для нас разницы нет. Видеотеракт в Волгограде, который произошел несколько часов назад. А именно в 12.45 по Москве. Или в 15.45 по вашему времени. По основной версии дагестанская девушка зашла в здание вокзала. И хотела пройти в зал ожидания для подрыва. Но замешкалась. И на нее обратил внимание сотрудник полиции. Тогда ей ничего не осталось, как подорвать себя там, где она была. 16 погибших и 37 раненых. Но если бы она смогла дойти до зала ожидания, пострадавших было бы в разы больше. Сейчас по всем каналам, почти круглосуточно, только об этом и говорят. И весь интернет гудит. Хотелось бы увидеть видео с православной точки зрения. Буду рад посмотреть ваше видео по данной теме и показать другим. Демоны зла вырвались на свободу. Это мы содействовали то, что молчали, не говорили. Не от добра люди вышли на такое дело. Но когда сейчас тут они обещают тысячи взрывов по сотням городов везде, это ИГИЛ, готовят на 16-й год. Но тут вопрос будет по-другому уже стоять. Тут отвечать нечего. Допустили, Бог допустил этот бич. Вот она не проявляется. Вот. Тут еще что-то. А с чем тут речь? Тоже что-то такое. Это взрыв. А вот он как автобус взрывает. Я показал где-то. Вот. Дальше. Вы ходили только по христианским землям вопрос. Да. Мы живем в Барнауле в этом 2013 году. Мы были с миссионерской поездкой в шесть мусульманских республик страны. Весь юг. Кроме того, Татарстан и весь мусульманский центр России. Также в Азербайджане. И ночевали в Доме Молы. И все это тут же. В нашем форме и в моем мире. А в 14-м мы прошли уже Турцию. И еще раз захватили опять Азербайджан и прочее. По поводу теракта в Волгограде спрашивают. Вот посмотрите, прочитайте. Как я отвечаю. Ну а дальше тут стихотворение мое. Видите, сколько стихотворений. Ну много тут. Так этот человек, что ему? Слава Богу за его милость. Но как они могли принимать вас, если не принимают христианских учителей? То ведь это значит, что они принимают христианское учение. Ну что отвечать? Принимали, принимали. Вот говорили, не ездите. Там голову режут. Я ничего не опровергаю, но с нами было все по-другому. Нам помогали мусульмане. Помогали. Путешествия снабжали даже. Знаю, что мы православные миссионеры. И как мы молимся там в моленной комнате, комната для намаза. Как были в мечети. Ну Бог делает это. Бог делает. Когда я начал молиться в мечети, встал посреди мечети. В это время вокруг они сидели, у них парамежутая была. Одни эти, говорится, ваххабиты может быть. И когда я встал с колен, совершил крестное знамение, я увидел, вокруг я уже в кольце стою. Прямо рядом, вплотную уже стоят они. А когда кончил говорить, мы расстались как друзья. Это Бог делает. Непримиримые только попы. Московская патриархия. Самые лютые волки. Почти все. Не знаю ничего. Кидаются книги изъять, убрать. То есть, что угодно будут делать. Это хуже мусульман, хуже игиловцев. Владимир Лукашев. Здравствуйте. А можно у вас там себе невесту верующую выбрать? О, невесту выбрать. Ну, лучше не женись. Татьяна. Чуть опустите. Черкасова. Игнатий, скажите, пожалуйста, откуда митрополиты Ларион и Виталий? У меня муж Александр. Его он интересуется. Русско-православная, зарубежная церковь. Вот, смотрите. Я сдал статью такую, невесту выбирать. Смотрите. С невестами и туго. Вот это потеряевки. Вот, прочитайте здесь. Дальше. Вот она где. Это пишет корреспондент. Она была с невестами и туго. Батюшку спросили. Верующая тоже невеста. А батюшка, а где вы видели рядом голода с вороной? А дальше. Свадьбы должны быть красивыми. Ангелина Чиковинская. Спаси Господи за видеозапись «Потерярка. Заповедник православия». Также хочу поблагодарить за записи занятий вашей общины на YouTube, которые я смотрела последнее время, ежедневно. Просмотрела почти все записи во свете Библии открытым оком. Крещение мы с мужем принимали в один день, но не полным погружением. В 1999 году проповедовала среди родных, на работе, знакомым, людей, которые крещены, но в храм не ходят. Оказалось, сама невежда в своей вере. Да. Ну что, мы все отвечаем ей. О святом крещении детей вот это на нашем форуме. Дальше. Лариса Дейнега. Игнатий, спасибо огромное, что нашли время ответить, что всколыхнулось в моем сердце. А то после гибели сына я очень зациклен на себе, в своих переживаниях и непониманиях, зачем мы вообще живем, если в мире гибнут дети. Смысл, конечно, чтобы помогать другим. К сожалению, горе отнимает много сил, и я не знаю, как мне все это принять. А вас храни Господь, и слава Богу, что вы есть. Видите, какие добрые отзывы. Сейчас я покажу на наш еще видеоканал. Вот так. Это мы уже посмотрели. Вот наш видеоканал. Как он выглядит, посмотрите. Тут больше, я не знаю, кто-то помог бы пересчитать, сколько у нас роликов. Но больше четырех тысяч наших роликов, наших. Вот. Ну вот здесь вот интересно. Вы если нажмете слово такое внизу, главное, вот главное это, то откроется, и может быть она у вас сразу открывается. Вот полоса. Жития святых на каждый день. Это моим голосом насчитано в 80-е годы было. И теперь вот по одному житию ставят, оформляя иконами. Вот посмотрите еще. Где в мировой сети вы найдете, что все до одного жития были так насчитаны. Да еще 170 добавлено из второй, третьей настольной книги священнослужителя. Ну вот здесь под пылы листам. Это можно увидеть. И просто заходите и увидите. Так, это у меня ничего на этом нету. Это я показал, которое идет и во свете Библии. Особенно вот здесь много всего. Здесь аудио, звук, видео. Я уже показывал не один раз. То есть огромный-огромный материал. Ну и теперь дальше. Тут я отвечаю, куда заходить. Еще кто. О, какой. Петерин Волочков. Типичная секта с самопальными молитвами. Последнее время чрезвычайно активизировалась секта Игнатия Лапкина, именующая себя как крестово-языческая община РПЦ города Барнаула. У них же есть филиал деревни Потеряевка Алтайского края. Эта секта сформировалась в конце советских времен. И долгое время существовала как часть Ишимско-Сибирской епархии РПЦЗ. И пользовалась покровительством епископа Евтихия. В этой, в кавычках, общине настоятель протеерей Яким Лапкин. Но его не слышно, не видно. От всем заправляет его брат Мирянин Игнатий. Сейчас секта вроде бы перешла в Барнаульскую епархию РПЦ. Но реально существует как отдельное сообщество, избегающее общения с другими приходами и подчеркивающее свою особенность. Вот это Сергянский епископ. Не знает, не встречался секта, все. И мы только вернусь к советской власти. Он сразу в один день бы в ГУЛАГ загнал. Это выращенные уже. Они не могут другими быть. Сталинско-беревская кровь, образование в них есть. И вот только зашел, секта, секта, секта. А сам главный сектант. Развалили всю православную веру. И он доволен, у него все есть. Его гнать никто не будет. Он вылупится из всего этого, лишь бы только не гнали. Я их очень хорошо знаю, пустосвятов, как протокопа Вакуум говорил. Ответ. Мы уже готовимся ко сну и всегда просим Бога избавить страха ночного. А тут вдруг такие страхи напустил из-под митры и их благоутробие. Заново нужно на молитву становиться. Иеремен 23.30. Посему Лутиана Пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. То есть он где-то слышал, увидел, что-то знает. Ничего даже не расспрашивает, не встречался. Не надо ему это. Ему показать, что он, князь господствующий, палач. Лютыми волками. Один раз только Библия называется. А кто епископы? Вот такие епископы свергли златоуста и прочее. Надежда Пономарева. Приветствую вас, мир дома вашему. Божьи благословения вам. Прошу поддержать молитвы. Сегодня, завтра за семью, за освобождение пьянки и зла. Ссор, драк. Муж приносит всякое зло. Прошу помощь. Все до одного, которые вот это зло творят там в тюрьме, это все их патриархийная паста. Придет в один день всех причастит. Лютейшие волки. Людмила Смирнова, Москва. Здравствуйте, батюшка Игнатий. Не отвергните, пожалуйста, мой вопрос. Я долгое время ходил от секту. Очень плохо там вела себя, гордилась чрезмерно и даже считала, что люди должны почитать меня как святую. Проповедовала ереси. Однажды впала в грех хулы на святого духа. После этого я видела видение. Как бы огонь распространяется в мою сторону. После чего меня полностью покинула благодать. Я оказалась в темноте. Когда пришла домой, даже свет зажигала среди бела дня. Так было мне темно. Я стала как неверующий. Как будто у меня и не было никогда спрощения грехов моих. Все болезни, которые Бог исцелил мне, вернулись мне опять. Плюс я стала как бы психически больная. У меня постоянно богохульство в душе и мысли. Блуд в душе. Когда читаю молитву, то богохульство вместо молитвы получается невольно. Я сейчас очень больна. Пропала вера. Скажите, пожалуйста, что со мной происходит? Что означало это видение? Может ли это быть осуждением от Бога вечным? У меня постоянно и чувство вины. Я не могу самопростить себе этот грех. Как иду в церковь на исповедь, то в душе сильное противление и богохульство. Один батюшка сказал мне, что такое состояние сохраняется до самой смерти этого человека. Что это за состояние? Не могу ли еще спастись? Что мне делать? У меня страх, отчаяние и уныние. Нет покоя мне уже столько лет. Я читал из святых отцов, что бывает оставление Богом. Домостроительное. А бывает окончательное. Скажите, у меня именно такой случай. Окончательное оставление. Могу ли я еще спастись? Или все уже бесполезно? Я живу для наседания других. Спасибо, извините. Не знаю. Это надо на месте опять же идти там к священнику. На месте говорить. Как по этим словам говорить? До конца. Я знаю, что пока человек живет, если он не похулил Духа Святого, то покаяния нет. Но если похулил, то уже все кончено. Вот просто помолиться, я отвечаю. Посмотрите, как мы молимся. Вот. Зафиксировать это. Дальше. Вот это, что относится к молитве. Поясняем. Это что? Вот я отвечаю. От храма никуда. Вот это ответ даю. И посмотрите, какие ответы. Откуда места писания. То есть я отсылаю к Богу, чтобы она там нашла для себя ответ. Вот места писания. Это единственный верный ответ может быть. Это больная девушка. Наталья Калач. Отец Игнатий. Благословите. Я заболела, простудилась. Можно ли немножко ослабить пост? Можно. Вам можно. То есть, когда в постные дни разрешается растительное масло, немного вина. Больше ничего не разрешается. Ничего. Никакой рыбы, ничего, если нет. Вот его. Для болящих есть послабление в посте. Разрешается постное масло, растительное вкушать. И по усталу немного вина. Все. На больше нет никаких канонов. Осталась неделя поста. Укрепись, поддержит Господь. Не унывай. Хорошо, Наташа, запомни, что растительное масло термической обработке не поддается. Вредно. Как рак желудка подсыпешь. То есть, когда уже с плиты снимаешь, тогда только помажь или налив чашку. В масле не жарь и не вари. Вот так. Ну, а вот этой женщине. Спасибо. Прочертал, я понял, что мне подходит. И Господь снял с тебя грех твой. Получает благословение от Бога. В кавычках. Может, и ошибаюсь я. Но еще увидела я, что возмездие. Что же тогда это все означает? А если возмездие, то это навсегда или в этой жизни только. Я знаю, что секта простилась мне. Я даже прошла чин присоединения к православной церкви. Но тот грех, который я сказала на Святого Духа, мне кажется, что он не остается. Ну, во-первых, сними вот это с себя эти дудочки. Надень платье. Закрой грудь по шею. Надень платок. Все остальное убери. Ну, внешне даже. Девочка, что была в платке. Это то, что я могу уже сказать прям конкретно сейчас. Вот какой. Евгений Кемяев. А вы московская патриархата? Да нет. Мы никогда не будем ими. Ответки Никемяеву. Есть только один официальный стих в Святой Библии, заставляющий даже нежелающего отвечать вопрошающему. Так. Дальше. О чем? О пути спасения, требующему у вас отчета о вашем уповании. Это 1 Петра 3.15. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета о вашем уповании дать ответ скротостью, благоговением. Отношение к патриархии разве входит в набор пищевую корзину, что внепременная обязанность для желающих спасения вечного. Вы пришли ко мне в дом и у меня же спрашиваете документы, прописку, гражданство. Вовсе даже нелогично. По делам определяйте. Можно назваться мужем королевы и царем всероссийским. Тут только дела. А теперь отвечай, где у нас смотреть? Это вот что? Чтобы она больше могла узнать. Дальше. Это что? А вот опять это, похулила ли Духа? Да, отвечаю. Проверить себя, похулила ли Духа Святого, очень просто. Если у вас есть чувство искреннего раскаяния, есть раскаяние и желание исполнения заповедей Христовых, и вы вышли из греха, молитесь и рыдайте. Молитесь и рыдайте о пропащей своей душе, значит Дух Святой вас не покинул. И потому остальное уныние от бесов. Это демоны так замрыживают человека, чтобы он отчаялся и залез в петлю. Гоните его своей верой, распятого и воскресшего Иисуса Христа. От храма ни шагу. И слезы горькие в раскаянии. Вот наш девиз и основание. Не верить, что нет на прощение. Есть и оно в воскресшем Спасителе нашем Христе. Руслан Братко. Тут еще там много написано, просчитает. О чем он? Здравствуйте. Поскажите мне, пожалуйста, как понимать слова святого Иоанна Златоустого? Вот отрывок беседы о статуях. Ну вот, о чем тут? Я хочу просить всех вас об одной услуге. Взамен этой речи и рассуждения, именно чтобы вы унимали в городе тех, кто богохульствует. Ну понятно, прочитайте, вот я тут оставил, прочитайте, ответ будет. Это много времени. Вот я отвечаю на него. Понимать нужно так, как написано. И в этом нам примером сегодня могут служить мусульмане, которые следят за богохульствующими. И даже газеты, в которых написано имя Бога, они не разрешают бросать в урну. Дальше. Юлия Косарева. Здравствуйте. Можно у вас спросить такой вопрос. К нам приехал служить молодой дьякон. Сейчас он дружит с моей подругой и в будущем планирует жениться. Он говорит, что владыка ему должен разрешить. И наш батюшка тоже говорит, что владыка может запустить ему жениться. Я как-то разговаривал с другим священником. Он говорит, что это неправильно. Так не должно быть. Но ведь и в канонах дьяконов запрещается жениться. Почему так допускается? Этот вопрос волнует не только меня, но и эту девушку. Не знаю. Это спрашивают там, кто архиереи. Как чужие дела разбежать. Я отвечаю. Апостольская правда 26. Повели вам, чтобы иступивши в клир безбрачными пожеланиям вступали в брак одни только чтецы и певцы. То есть этим можно. А остальным уже нельзя. Шестое вселенские субборы. То есть, кто уже дьякон, пресвитер или епископ, им нельзя уже вступать в брак. Стой с ним. Ну и дальше вот какое правило, что оно означает. Я ничего не могу ответить. Я отвечаю как есть. Дальше. Михаил Александрович. Игнат Тихонович, доброго здоровья. Подскажите мне, пожалуйста. Читал материал про истинное крещение. Во многом, во всем согласен, что касается крещения полным погружением. После того, как стал изучать старобрячество, узнал, что сам крещен обливательно. Требовал в храмах, чтобы крестили меня правильно. Три погружения. Но везде отказывали. Говорили, что они перекрещивают. Как в таком случае быть человеком? Занимался раньше миссионерством. Ходил в мечети, разговаривал с мусульманами о Христе, с сектантами. Прочитал сам почти целиком Библию. Евангелие очень много раз. Ну, что сказать на это. Считал, знаешь, все. Готовься ко крещению и принимай крещение. Вот я отвечаю. Вот где у нас. Вот, посмотрите. Еще что тут. Вот это вот, прочитайте, что тут написано. А у Кирилла Сахарова не было крещения. Я говорил, где Сахарова, где Берсиневка, пойти. Там в Москве тоже крестят этих мащеных. Мащеных крестил и воины Ясынецки перекрещивают. У кого не перекрещивало. Это не считается за крещение. На Афоне вообще это мащение ни за что не считают. Я ничего не выдумываю. Там не было ничего. Что? Дмитрий Москвитин. Вот это вот расстегнутое, что в верхнем, заметьте, везде. Это знак масонства. Я не сразу это знал. Галстук снимаешь, обязательно расстегнись. Просто застегнутый, просто человек. Так ты уже туда. Или подыгрываешь, или не знаешь. Игнатий, а вы в Улан-Удэ будете? Мы уже были там. Были, приняли хорошо, оставили книги. Мы там уже были в 2012 году. Можно ссылки на Ефрема Васильевна и других отцов, которые говорят о краске губ. Найти не могу, или Игнат не точно фразирует. Ну, считайте то или другое. Если нет, краси губы. Какое-то вот место, где писание. Ты этому не веришь, тебе внутрь не легло. Это каждое место какое. Когда я читал в Латауст, там вообще не указано было никакой том, ничего нету. У меня было оно такое толстое, тысячи полторы страниц, собрано везде. И на что я буду ссылаться? Ярослава Ярчук, Франция, 59 лет. Дорогой Игнатий Тихонович, не связано увольнение Андрея Кураева с его высказыванием о вас. Ведь благодаря его высказываниям многие люди узнали о вас. Это как реклама. Светлана Федоровна Баженова. Благодарю Господа за вас и ваш труд, служение, за творчество. Спасибо за приглашение к вам на страничку ВКонтакт. Эти строки написаны мной уже 17 лет назад. По благословению батюшки Аркадия стала писать, а потом издала самоиздатом несколько сборников стихов. И два из них Ода Любви. Святая музыка Небес посвящается Господу Богу Спасителю нашему. Ну я маленько открою, вот посмотрите, как прочитаете, дальше не будем. Время у меня нету. Хорошее, значит хорошее. На Андрея Кураева вот это. Это могло сильно повлиять, но нигде о том ни слова. И уже если только косвенно, на невидимом уровне это от сатаны это. Вот так. Это я мое стихотворение. С стихотворения идут, я просто остановлюсь. Вот посмотрите, на новогодние. На новогодние я ей тоже дал. Новый год, мяукающий кот. Еще завязаны мешки и неизвестно. Беснуется и празднует народ, жует и пьет, пока бурдюк не треснет. Вот это стихотворение я ей тоже дал. Вот так. Что это? Мария Иустина. Доброго здоровья, Игнатий. Благодарю. Интересный фильм про Потеряевку. Мне о вас много рассказывал Иоанн. Рада дружбе. Смотрела фильм, как вы просвещаете мусульман. Было очень интересно. Только жалко, что вы в Никонянстве находитесь. Ну то, что я был старообрядист, тогда бы ладно было как. Ну видите, какое отношение. Жалко. Ну что, потерпите. Так, отвечает Руслан Братко. То есть, бить по лицу богохульников на людях еле говорят. Если говорят. Или даже если один на один ухулят Бога. Это Ян Затаус говорит, что ударом загради богохульные уста. Я этого не говорю. Денис Белоусов. Игнатий, ваши ролики обязательно просмотрю. Не в обиду. На сегодняшний день я столкнулся с массой лжепророков. Надо быть крайне осторожным. У вас, несомненно, есть чему научиться. Но вот что. Мне ответили. Какая-то ссылка идет. Ну там кто-то что-то сказал. Ответили не такое, но отошел, да и все. Геннадий Лапкин добавился в друзья. Что скажете, кто он? Дальше. Столько делал. Дальше. Отвечаю. Мария, если вы знаете, что такое Никонянство, то вам легко понять, что мы ни дня в нем не находились. Настоящие Никоняне гонят и травят нас так, как всех вместе старообрядцев не презирают. Никонянство не в перстах и не в слугу Балилуи или в троекратное. В презрении народа, в тяжкости, в гонениях инакомыслящих, в притворении своих заблуждений в жизнь и в непременную несвободу. А в этом то более всего половина повинна любое старообрядчество, потому что Святая Библия ни на первом, ни на втором месте в их жизни и в проповеди о Христе повсеместная ни на каком месте, а разгул обредоверия и предрассудков. Ощуждают друг о другом только непрощение обид столетних и замшелых. Мы молимся всегда, двуперстно слагая персты, в символе веры истинного читает вся община. Староверы разные есть со священниками, которые это настоящая Христова Церковь. Только пусть не презирают прямые указания на Духа Святого, идут к рождению свыше и к жизни Духи Святом. Ты, Мария, будешь я. Кто родители твои? Руслан Братков, бить по лицу богохуя, ответ. Обстановка изменилась, и это можно делать с умом, доказывая истину, заграждать уста без кулака. И дальше поясняю, откуда. Денис Белоусов, не в обиду, на сегодняшний день я сломался с массой лжепророков. Ну ладно, дальше. Про какого Геннадия Лапкина речь? Я, Игнатий, и что там не так? Нужно конкретно. Не просто махнуть рукой в сторону облака прошлогоднего или ветра вчерашнего. Тема, дата, слова, книга, страница, кавычки. Анна Правдина. Поясните мне, пожалуйста, что значит миссионер? Ну вот так, ну я тут объясняю. Словарь Леожева. Миссионер – духовное лицо, посылаемое Церковью для распространения своей религии среди иноверцев. Вообще человек, распространяющего среди других учения какой-нибудь религии секты. Ну понятно. Это кто? Александр Ламакет. Как найти реальность, знать и слышать Иисуса Христа? Что можете сказать? Ну этот Алексей, я его знаю, он говорит, на улице говорит. Он никакой не принадлежит, как он говорит, конфессии. Это многие сегодня говорят. Он идет прямо за Христом. Ну то есть то же самое, что и остальное. Даже сектой нельзя назвать. Хороший человек. Но без священства он еще сам себе хлеб преломил, поел. Это детская игра. Вот она теперь. Что она еще пишет? Доброго дня, Игнатий. А я так и знал, что вы будете говорить, что вы не никоньянин. Немного изучал эту тему. Читал. Я посохожу, это много написано. Просчитайте. Посмотри. А так старые брядки. Вот какой ответ большой. Леонид Гириченко, Симферополь. Огромное спасибо за видео. Огромное спасибо за видео о потерявке. Очень радует и вдохновляет. Что есть такие люди, как вы. Христианская жизнь, это непрестанная учеба. Когда видишь кого-то, у кого можно поучиться, вызывает восторг. Слава Богу, что вы есть. Сохраняй и укрепляй вас Господь. Видишь, какой он с Афона пришел. Насчет ролика, комментарий. Непонятно, кто тут Александр Ломакин и кто на видео. Разные люди. И что нужно узнать? Один вопрос можете задать. Отвечаю каждому один вопрос. Остальное на книге. Не искушайтесь. Вот ответ. Еще маленько посмотрим. Что? Были в Симферополе. 2000 раз в году были в Симферополе. Поясняю, что тут есть, где еще. Александр Ломакин спрашивает о том, что вы думаете о виде материала, который он вам прислал. Вряд ли он сам на видео. Вряд ли. Ну, вот так объясняет. Я отвечаю. Это Алексей в Москве. Он добрый сам по себе как человек и проповедует на улицах. Но он не православный и с самого начала так научен или сам так постиг, что любому можно толковать священное писание. И он в этом захряс намертво. Я пытался ему чуть-чуть подсказать, что такое малейшее царствие небесное, обложенному феофилакту. Он даже на минуту не подумал задуматься. Отфутболил мне назад и ничего не воспринял. Это вольное лжехристианство. Он лучше старается и он так похож на меня в те же годы его жизни. Но это не церковь. И от церкви у него ни малейшего понятия нет. Он охватался всего, что худого слышал о церкви. И стоит на одном месте. Он у меня в друзьях, в моем мире. И ни шагу не продвигается вперед. Засох. Как ему помочь? Это натуральная ересь. И в нем тяжкое упорство, как у лютого старовера Замшелова. Геннадий Морозов. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за вашу молитву. Прошу, вышлите мне ваши молитвенные правила на каждый день и ко причастию. Дочек назвали Милана и Милена. Их еще не крестили. Крестных не нашел настоящих. Куда идти? Кого просить не знаю. Спасибо. Ну, это там к священнику обратитесь. Я обещаю. Просто говорю. Что тут? Евгений Семеновичев. Игнатий, что скажете о фонде? И ссылка какая-то. О чем? О фонде? Ну, я вообще не касаюсь этого. Ксения Кузнецова. Батюшка, здравствуйте. Помогите с мужем месяцком в жуткой ссоре. Никто нас не слышит. Из нас не слышит другого. У каждого своя правда. Вы же, прочитайте. Тут очень много. Я ответ тут буду давать. Молитвенное правило не высылаю. Я показал, где. Вот, прочитай, где. На этих занятиях считали. Вот молитвы какие есть. Дыхание матери о своих детях. Дальше. Просто показать, захватить. Чтобы могли посмотреть. Какие мои ответы? Молитва Антонио Амбросия Оптинского. Вот сколько вопрос. Один за собой тянет ответов. Вот так. Ну, дальше я поясняю свое стихотворение. Вот это вот даю. Дальше еще. О чем? Отец Милхиседек. Дальше. Не знаю, как у вас по отчеству, к сожалению. Доброго здоровья. Помогите, пожалуйста, вот с таким вопросом. Озадачился составлением курса бесед для невоцерковленной молодежи. Ну, понятно. Даша, я отвечаю. Тут я вам вряд ли помогу. Что есть у меня, это вряд ли возьмете. А так-то вообще, это есть в любой церковной лавке. Многу отца Андрея Кураева. Если зайдете на наш сайт и форум, там найдете в лапках эти крышки дети. Одно нужно держать, чтобы слова Библия, Святая и Христос были на первом месте. В четвертом томе открытым окном я показал, как нужно беседовать с разными категориями людей и как образовать общины. Том третий. Это на нашем сайте сразу найдете. Дальше. Что скажете о фонде Сталкер Фонд? Не участвую. Думаю, что тут может быть все на обмане. Чистой воды шулерство и множество пиялок в этой мутной водичке. Ну вот и все. Еще раз показываю, что у нас очень большой видеоканал. Вот, заходите здесь. И вот во свете Библии тут все найдете. Благодарю Никита, что посчитал, потрудился. Слава Господу нашему Иисусу Христу. Все. Продолжение следует...